Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие зрители, в эфире ежедельная программа «И жизнь епархии». В студии Татьяна Демидова и в ближайшие минуты смотрите. Освещение источника в селе Горяевка Мучкапского района. В рубрике «За советом к батюшке» поговорим с руководителем социального отдела Уваровской епархии, священником Владимиром Олейниковым. Родник живой водой уже несколько сотен лет оберегают жители деревни Горяевка Мучкапского района. 14 августа настоятель Покровского храма, рабочего поселка Мучкапский, священник Андрей Кустов, осветил этот источник. Наш репортаж с места событий. Святой источник, Божий дар – это прекрасное место на земле, куда люди приезжают отдохнуть душой, соприкоснувшись с чудом. У каждого источника есть своя история, которую хотелось бы знать. Родник в селе Горяевка забил в 1507 году. Из истории известно, что находясь на месте, где сейчас находится источник, житель села увидел образ Пресвятой Богородицы. В это время из земли забил фонтан. Попив оттуда воды, человек исцелился. Родился здесь у родника село Шировка. Ну и Горяевка еще, они тут три поселка были вместе. Три года мне сравнялся, я пришел на этот родник с ребятишками. И 83 года мне сейчас я хожу сюда, в этот родник. Водой питаемся дома. Как он отсюда образовался, так до сих пор питаемся водой. Постоянно. Вода своя. У меня 50 бочков. Она не пропадает. Добавляется, добавляется, добавляется. 14 августа в праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня настоятель Покровского храма рабочего поселка Мучкапский священник Андрей Кустов совершил освящение источников в честь Казанской иконы Божией Матери. Твой имя, сын и сына, и святая имя Казахстана. Освященная вода очищает верующих людей, укрепляет их подвиг спасения в Боге. Мы впервые окунаемся в святую воду при крещении. И святая вода в этом таинстве омывает грехов на нечистоту человека, обновляет и возрождает новую жизнь во Христе. Сегодня у нас такой праздник, да, сегодня у нас изнесение древ креста Господня, сегодня медовый спас, и еще вот старину я вот, когда читал про историю праздника, увидел то, что в этот день, в этот день, он, во-первых, как был 1 августа, в этот день происходило наше крещение Руси, да, вот именно на речке, на Днепре, именно в этот день происходило. И еще в этот день, то есть наши предки ходили по, не ходили, а обновляли колодцы, сейчас у нас водопровод, там были колодцы в основном, источники какие были, обновляли всю эту воду и уже ее светили. И вот, когда я читал это, я понял, что сегодня надо это сделать. И вот все, слава Богу, получилось, да, слава Богу. В июле этого года неравнодушные жители Мучкапского района совместно с батюшкой благоустроили родник, общими силами убрали сорную растительность, обновили иконы, установили лавочки, изготовили сруб для источника. Горяевка тут село, и вот на этой земле образовался вот местные жители, обнаружили его, и вот до сих пор мы стараемся сохранить это, как традиция. Ну, люди помогают, вот, наш местный тут почистили его, привели его в порядок. Не совсем, да, хотелось бы лучше, но, надеюсь, мы его доведем до хорошего состояния. Чтобы святая вода принесла пользу, надо заботиться о чистоте души, о светлости помыслов и дел. И при каждом прикосновении к святой воде возносить в уме и в сердце молитвы. Я живу в Санкт-Петербурге, здесь всегда отдыхаю, на Тамбовской земле. Тут такие просторы, и вот здесь вот такой замечательный святой источник. Сюда приезжают люди, такая благодать. Известен, вот он ведь, 16 века, да, и люди все равно знают, и помнят, и приезжают, и благодарят Бога берут святую водичку, особенно в такой зной, очень замечательно. Это такая маленькая частичка приходской жизни общины. Вот здесь, в Мучкапе, я всегда отдыхаю, хожу в этот храм, уже знакома тут со многими. И для меня это вот такая приходская жизнь, поездка паломническая. Сегодня в такой праздник, вот с молитвой. Живоносный источник – место нашего духовного врачевания. Здесь должно звучать молитвы, здесь должно быть тишине. Духовная жажда утоляет не наспех и небольшими глотками. Есть духовная культура, которая важна для каждого из нас. И у культуры это свои законы. Потребность утолить духовную жажду, жила и живет в нашем народе. Перед иконой Пресвятой Богородицы и у Источника молились уставшие от скорбей люди. Перед ней молились и те, кто вдруг утрачивал веру, слушаясь вражей и наветы, но боялся жизни без Бога. Богородица пристально всматривается в глаза молящихся. Ей ведомы наши сомнения, усталость, страх. Но ей хорошо ведомо и то, в чем мы засомневались. Жизнь без веры – это высохший источник, это затянутая тина канава. В такой жизни нет будущего. Церковь всегда занималась социальной деятельностью. В Уваровской епархии также действует социальный отдел, который не прекращает свою работу в течение всего года. О планах и нововведениях в работе отдела поговорим с его руководителем, священником Владимиром Олейниковым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Расскажите о работе социального отдела, который уже проходит у нас в епархии. Перечень мероприятий, которые совершает социальный отдел, ну, довольно-таки обширный. Ну, прежде всего, конечно, мы что-то делаем сами, силами своего отдела, а в каких-то вопросах, в каких-то мероприятиях мы сотрудничаем с профильными организациями. Это соцзащитой, у нас налажен очень тесный контакт. Мы с руководителем периодически созваниваемся, если необходимо решать какие-то моменты по каким-нибудь просителям, мы совместно решаем, чем мы можем помочь, чем соцзащита может подключиться. Далее, с опекой тоже приходится порой сотрудничать, какие-то точки соприкосновения у нас существуют, тоже по поводу детей. И, ну, с районной больницы. Конечно, некоторые наши люди, которые к нам приходят за помощью, они нуждаются порой и в медобслуживании. И вот из-за этого, тоже хочется, конечно, помочь, мы обращаемся в районную больницу. Можем в поликлинику, в ЗАР поликлиника обратиться. У нас там, в общем-то, очень налажены такие добрые тоже взаимопонимания, взаимоотношения с ними. Они помогают. Затем одно из направлений – это работа в доме престарелых. К сожалению, за полтора года, когда были ограничения, связанные с коронавирусом, мы не ходили туда. А сейчас, когда ограничения были сняты, то мы вновь идем в дом престарелых, чтобы… Ну, первая главная наша цель – исповедь, причастие. Ну, такая вот категорияционная работа с рассказами о вере, о нашей православной вере. Ну, и кто-то, конечно, желает причаститься, пособороваться. Ну, и ездили, конечно, на пасхальные торжества. Перед пасхальными вещали куличи, пасхи, яйца. Потом поздравляли тех людей, которые находятся в доме престарелых. Ну, то есть, вот работа довольно-таки обширна, так скажем. Хотя у нас немного в социальном отделе, но подключаются наши прихожане, которые желают помочь. Священнослужители из других благочений. Наши соборные, соборное духовенство тоже участвуют во многих мероприятиях. Одно из таких значимых в последнее время прошло при помощи стандального отдела по благотворительности. Они смогли нам перевести, ну, такое значительное для нас средство, и мы закупили 100 продуктовых наборов. Ну, такие довольно-таки большие были. Их смогли, вот, 100 человек, ну, некоторым по два раздали, потому что там или семья многодетная, там, беженцы из Украины, там по два раздали, где-то даже по три получалось раздать, чтобы вот как-то человеку облегчить его здесь, ну, вот, так скажем, пребывание. Что изменится в работе социального отдела и какие нововведения нас ожидают? Больших изменений, слава богу, не будет, но мы пытаемся как-то свою деятельность расширить немножко. Взаимодействие у нас-таки очень плотное, забыл сказать, с ЗАГСом. Мы с руководителем участвуем постоянно в совместных мероприятиях. Одно из таких мероприятий было 8 июля, когда поздравляли пары, прожившие, ну, не менее 25 лет. Там были возрастные, там, и 50, и, по-моему, даже под 60 лет одна пара была. Ну, и как раз-таки во время мероприятий, вернее, после, вот так мы сели поговорить, что мы еще можем сделать. И руководитель Лидия Ивановна говорит, батюшка, ну, мне периодически звонят с вопросами семейные люди, какие-то там трения возникают и просят совет. Ну, вот, в свою силу я что-то говорю им, пытаюсь как-то, но вот вы не против, если бы подключиться бы церкви к этому процессу? Я говорю, не только не против, я за, потому что в наших интересах, чтобы семьи сохранялись. Потому что, если мы возьмем в процентном отношении разводов, то в нашем городе, в небольшом городе, около 80% разводов. Представляете, мы же, то есть, катастрофу переживаем вот в семейных таких вот отношениях. Государство тогда крепко, когда будет крепкими семьями, крепкими, большими, дружными, любящими. Поэтому нам, наша задача сейчас, одна из приоритетных задач, уберечь семьи наши, уберечь, сохранить их, подсказать, наставить. Ведь порой молодежь думает, что вот их какие-то заботы, проблемы, вот они такие большие, ну, прям совсем никак. Они, порой, небольшие бывают, просто подсказать, поговорить, добрых слов несколько сказать, вместе посадить мужа с женой и объяснить им, что то, что было до свадьбы, это приятность черт и острота чувств только. Но это же не любовь. Любовь, она, ее заслужить надо, совместным несением забот. Вот, поэтому вот одна из служб таких, это будет консультирование, не только там по телефону, на телефон пресса доверия, он будет находиться у священнослужителей, у нас, и у нас же установлены недели дежурств по храму, так скажем, по городу, когда какие-то события происходят, там, треба какие-то совершения. Ну, и вот в эту неделю, чья от этой недели будет, телефон с номером будет находиться у этого священника. И вот несколько у нас мы подумали, подобрали. И вот таким образом, не только, конечно, по телефону, но желательно, чтобы лицом к лицу, если человек будет согласен встретиться, обговорить какие-то заботы, то обязательно и приоритет, конечно, встретиться и на месте уже все обговорить. Повторюсь, эти проблемы небольшие бывают, они все решаемы. Только нужно немножечко наставить и поддержать человека. Одно из таких направлений, другие, ну, не новое, но, может быть, для нас будет немножко новое. Вопросы и ответы. В какой форме, конечно, это будет и онлайн, это в интернете можно. Это будет и специальная емкость для вопросов, ответов. Потом мы собираемся и отвечаем духовенству, совместно с прихожанами. Потому что на богослужении ведь всего не ответишь, и не спросишь, и подробно не ответишь. Поэтому мы сейчас пытаемся, чтобы у человека вырабатывалось такое полноценное понимание веры. Наша удивительная вера православная, да, христианская вера, это же глубина необозримая. Поэтому она же не заключается только в записках, свечках и в крестном знамени. Это поверхность. И вот чтобы глубина немножко стала, вниз опустилась, для этого будут вот эти встречи. Встречевые вопросы, ответы. Ну, сесть, поговорить на какие-то темы, какие их интересуют. Наличие вопросов о чем говорит? О том, что человек интересуется. О том, что у него идет работа. И появляется вопрос, на который, может быть, сам он ответить не может. Прочитать? Ну, может быть, прочитал, а что-то непонятное. Все равно какие-то вопросики остаются у человека. Поэтому решение их вопросов будет в нашей службе вопросов и ответов. И в интернет, и наяву, лицом к лицу, с нашими прихожанами. Где можно будет взять номер телефона доверия? Телефон, прежде всего, это будет в ЗАГСе нашем. Ну, и, конечно, он будет в нашем храме. ЗАГС и храм. Телефон с объявлением будет. Вот по вопросам мы определим перечень вопросов. Можно по всем вопросам звонить. Вот так. Проведение каких акций будет осуществлять социальный отдел? Ну, акции у нас намечено их несколько. Одна из акций у нас успешно проходит, называется «Тепло души», когда мы приходим в гости, заранее, конечно, сообщаем, и приходим в гости к тем нашим прихожанам, служащим храма или гиперсиальное управление, которые в силу своего возраста или каких-то заболеваний не могут посещать храм Божий. Поэтому мы договоримся о встрече. Если они желают причаститься к Таням Христовых, я прихожу, беру с собой все необходимое и причащаю. Исповедую, причащаю. Затем мы мило в такой атмосфере общаемся, разговариваем, вспоминаем старое. То, что было, потому что те люди, которые стоят у истоков открытия храма, нашего уаровского храма, собора ныне. Поэтому они столько знают, они трудились, кирпичики все эти выносили, расчищали, убирали, ломали перегородки, потому что храм превратили. Ну, если я фотографию видел, конечно, то, что было и то, что есть, это просто необозримая разница. И все это, мы вынесли ручки вот этих вот наших бывших трудниц, служительниц, они в храме работали, на предприятии работали, а просто идут в храм, шли в храм, чтобы потрудиться. И вот мы к ним идем, общаемся, подарочки приносим, владыка благословил передавать, мы там и материальную поддержку приносим, и так что-то, чтобы посидеть, пообщаться, порадоваться. А для них это очень ценно. То, что их не забывают, то, что до сих пор их помнят и заботятся о них. Вот одна из таких акций, она успешно проходит. Затем поплотнее надо работать с больницами в целях предостережения женщин от абортов. Профилактическая работа антиабортная. Потому что мы по-прежнему, наша страна, впереди планеты всей по абортам. И законы в России очень самые лояльные в отношении абортов. То есть, если мы возьмем биологическую сторону беременности, жизнь есть. А юридическая сторона беременности, жизни нет. Потому что вот можно без наказанной, без варенья совести убивать там наши граждан. Ну, акций много планируется. Это велопробег за жизнь, так скажем. Антипрофилактика, абортная профилактика. Это и походы в школу именно с разработанными лекциями, беседами вернее. Даже хотим брать с собой профильных таких специалистов. Это из больницы, из опеки можно взять, психологов. На семейные темы поговорить. Там будущих старшеклассников готовить уже. Вообще рассказать, что такое семья. Ценности семьи, семейные ценности. Что нужно знать человеку, чтобы быть подготовленным к будущей семейной жизни. Чтобы эта семья не разводилась через месяц, через два, через три, через полгода. Ну, вот, забот много, которые нужно исполнять, так скажем. Благодарим вас, батюшка, за интересную беседу. А в завершении хотим напомнить слова старца Гавриила Ургебадзе. «Помогай человеку неимущему, это и будет твоя жертва Богу». На этом у нас все, дорогие телезрители. До скорой встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова